Первые математические понятия возникли из практических потребностей. Они были связаны с необходимостью пересчёта людей, животных, предметов, с денежными расчётами, с измерением земельных участков. О развитии математики в древнем мире рассказывают египетские папирусы, вавилонские клинописные таблицы и другие документы. Из древних египетских папирусов наиболее известны два. Один из них хранится в Москве, другой — в Лондоне. Они были написаны около четырёх тысяч лет назад. Примерно такой же возраст имеют и вавилонские клинописные таблицы. В настоящее время найдено и расшифровано несколько сотен таких таблиц. В основе системы счисления, принятой в Вавилоне, лежало число 60, а не 10, как у нас. Числа вавилоняне обозначали клинышками. Каждая единица, стоящая слева группы клинышков, отделённых промежутком, обозначала число 60, единица следующей группы — 60. Возникновение шестидесятиричной системы связано с денежными расчётами. У шумеров и акадян, населявших ранее территорию Вавилонского царства, были разные денежные единицы — мина и шекель. Мина — крупная единица, она делилась на 2, 3, а иногда на 6 частей. По стоимости шестая часть мины была приравнена 10 шекелям. В египетских папирусах, в авилонских клинописных таблицах обнаружены образцы решения арифметических задач, о разделе имущества, о вычислении площади поля. Вот задача, записанная на московском папирусе. Куча, да ещё полкучи, да ещё четыре, составляют 10. Сколько предметов в куче? Похожие задачи имеются в вавилонских клинописных таблицах. Есть там задачи и на проценты, только в них берётся не сотая, а шестидесятая часть числа. Вавилонская шестидесятиричная система повлияла и на возникшую позже греческую науку. Знаменитый греческий астроном Птолемей, рождённый в II веке н.э., пытавшийся по-своему объяснить движение планет, пользовался шестидесятиричными, а не десятичными дробями. Птолемей разделил окружность на 360 частей, градусов, каждую часть на шестьдесят первых мелких долей и их, в свою очередь, на шестьдесят вторых мелких долей. По латыни «минута» значит «мелкая», а «секунда» значит «вторая». Отсюда и пошли названия «минута» и «секунда» для долей-градуса. Деление промежутков времени, как и деление частей угла на шестидесятые доли, наследие древней вавилонской математической культуры. В Древнем Египте и Вавилоне не знали обыкновенных дробей, вместо них пользовались долями седьмая доля единицы, двадцатая доля, шестидесятая. Обыкновенные дроби были изобретены греками две тысячи лет назад, но знаменатель у них записывался иначе, над числителем. Диафант, Герон и другие древнегреческие математики пользовались как греческими, так и иипетскими дробями. Примерно в V веке н.э. появился ионийский способ записи чисел. Первые девять букв греческого алфавита обозначали числа от одного до девяти, следующие девять букв – десятки, затем сотни. Те же буквы со специальными знаками обозначали числа больше тысячи. Более краткая ионийская система записи чисел была шагом вперед по сравнению с египетским и вавилонским способами. Возникла она из потребностей торговли. Этой нумерацией пользовался знаменитый древнегреческий ученый Архимед. В своей книге о числе песка он расширил границы применения ионийской нумерации и установил способ умножения степеней числа десять. В Древней Руси также была принята алфавитная система записи чисел, похожая на ионийскую, славянская нумерация. Над буквами, обозначавшими числа, ставился специальный знак – титло. Десятичную позиционную систему записи чисел, которой мы пользуемся сейчас, изобрели индусы две тысячи лет назад. Впоследствии пропущенные разряды стали обозначать кружком – нулем, чем и было завершено создание современного способа записи чисел. Однако современные начертания цифр пришли к нам не из Индии, а из мавританских арабских стран. Заимствовав у индусов десятичный способ записи чисел, арабы стали применять свои знаки. Из них возникли современные цифры. Позиционный способ записи таким образом – индийский, а применяемые обозначения цифр – арабские. Несмотря на большие преимущества индийской нумерации, она была принята в Западной Европе лишь в XVI-XVII веках. До этого применялись только римские цифры. В России же замена славянской записи чисел на индийскую нумерацию происходит во времена Петра I. Интересная история первых счетных приборов. У древних египтян существовала счетная доска абак, в отделение которой укладывались камешки, обозначавшие единицы, десятки, сотни. По латыни камешек – кулькулюс, и хотя мы теперь не считаем на абаке, современный счетный прибор называется калькулятором. Из Египта абак был завезен в Грецию, а затем в Россию – русский абак. Позднее передвижение камешков было заменено перемещением косточек по проволочкам. Так возникли русские счеты. В других странах такого счетного прибора нет. В древности решение задачи записывали не с помощью формул, а в виде словесных формулировок на конкретных часовых примерах. Именно поэтому в древности не была создана алгебра, хотя египтяне уже умели извлекать корни и словесно решать задачи, которые мы теперь записываем с помощью уравнений. Решение уравнений и развитие алгебры стало возможным после изобретения способа обозначения не только известных, но и неизвестных величин с помощью букв и выполнения действий над буквенными выражениями. Начиная с XIX века математика бурно развивается. Возникают все новые и новые ее разделы. Рассказ о возникновении математики будет неполным, если не упомянуть о развитии геометрии. Первые геометрические сведения мы находим уже в египетских папирусах и вавилонских клинописных таблицах. За тысячу лет до рождения Пифагора вавилонянам был известен геометрический факт, который мы сегодня называем теоремой Пифагора. Самому Пифагору принадлежит оригинальное доказательство этой теоремы. За тысячу лет до рождения Фалеса-Милецкого вавилоняне и египтяне знали, что вписанный угол, опирающийся на диаметр, прямой. Знали они и способы вычисления площади прямоугольника, треугольника, трапеции. Однако и в Египте, и в Вавилоне решали геометрические задачи лишь на отдельных примерах, без доказательств и обоснований. Только в Древней Греции геометрия достигает своего расцвета. В столкновениях между классовыми и партийными группами Древней Греции особую роль приобрело умение убеждать. В речах, политических ораторов, на судебных процессах и в философских спорах большое значение придавались доказательствам. Это отразилось и на математике. Первые доказательства в геометрии принадлежат Фалесу-Милецкому. Он доказал, что величины вертикальных углов равны. Открыл свойства равнобедренного треугольника нашел ряд других геометрических фактов. Величайшие древнегреческие ученые Евклид, Аполлоний, Архимед завершили создание античной геометрии. Почти две тысячи лет их труды оставались непревзойденными. Только после работ замечательного русского математика Лобачевского геометрия начинает развиваться дальше. Математика возникла из практических потребностей людей. Сегодня эта наука еще больше служит людям. Математические расчеты нужны при возведении мостов, создании электростанций, запуске спутников и ракет. Математические методы применяются в медицине, живописи, музыке и других сферах человеческой деятельности. Продолжение следует...